Безопасность и антитеррористическую защищенность в школах к 1 сентября обсудили на рабочем совещании в администрации района. Все учебные заведения находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников частных охранных предприятий. В целях антитеррористической безопасности все образовательные организации нашего района оборудованы техническими средствами тревожной сигнализации. В том числе в 59 образовательных организациях установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела Ведомственной охраны Росгвардии нашего района. В каждой образовательной организации установлена периметрально видеонаблюдение. Информация на жестких дисках сохраняется до 60 дней. Обеспечат безопасность и представители силовых структур. Сотрудники полиции организуют дежурство в местах проведения праздничных линеек. Благодаря всем принятым мерам, в этом году День знаний ученики встретят вместе с родителями. Если родители сопровождают своего ребенка, чтобы это были только родители, а не тети, дяди, крестные и соседи еще, которые тоже хотели бы посетить. Поэтому родителей мы однозначно будем пропускать на территории образовательных организаций. Но для родителей будет определена та территория, где они будут стоять. То есть они не будут стоять впритык к классам с детьми, а будут на каком-то определенном расстоянии. В сентябре в двух поселениях района пройдут выборы глав. Проведение этих мероприятий также пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Все избирательные участки у нас имеют планы эвакуации, кнопки тревожной сигнализации. Все имеют договора на обслуживание этих сигнализаций. Помещения соответствуют требованиям технической антитеррористической безопасности. Выборы пройдут в Михайловском и Смоленском поселениях 8, 9 и 10 сентября.